Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю. Она очень ждет ваших советов. История довольно-таки интересная, странная, неоднозначная. Это однозначный разбор со стороны взгляд. И она ждет ваших комментариев. Давайте приступим. Добрый день! Я смотрю ваше видео с разбором писем от женщин. Вы даете оценку, открываете глаза на ситуацию. Может быть и мне поможете. Я из Украины, центральная часть. Мы с детьми не уехали. Я побоялась оставить маму одну. У меня есть работа. Муж умер в 2015 году. Многие женщины с детьми из моего окружения выехали. Я решила зарегистрируюсь на сайте знакомств, познакомлюсь с иностранцем и тогда поеду. Я здесь сразу остановилась. То есть, эта история уже не про любых. Первое, у меня был страх ехать. Я боялась оставить свою маму. Затем, я сейчас найду кого-нибудь, зарегистрируюсь, познакомлюсь, тогда поеду. То есть, я найду того, кто мне мой страх понизит, загасит, даст какую-то надежду, некую протекцию, назовем так. То есть, мне даже не с целью какой-то выгоды, где остановится еще что-то, именно ощущение внутренне аморальное. Мне дадут поддержку. И тогда я смогу поехать. То есть, здесь запрос уже изначально, вот в этом поиске сайта регистрация, не в любви, а в поиске защиты, поддержки плеча, там еще как-то, как-то еще это можно назвать, да. Сразу мне написал мужчина и сказал, что все понимает и просил меня приехать. Я вот здесь тоже остановлюсь. Знаете, это очень опасная история. Я вам уже говорила давно, девчонки, месяца два назад, что будьте осторожны. Особенно, даже в Турцию едут всякие маньяки, всякие извращенцы активизировать, которых все приглашают, женщин, беженок с детьми в том числе. Дети вообще не защита. И девочки попадают, ну аля, такое рабство, то есть нет ситуации, да, нет денег уехать, нет, например, каких-то документов или еще чего-то, возвращаться некуда. И она попадает в абьюзивное отношение, учитывая же, ни любви там ничего нет, это просто типичный абьюз. И вот такие конченые, назовем так, члены общества, они эти истории жертв, то есть они сразу видят, как это работает механизм, они сразу видят жертву для абьюза своего. Абьюз может быть разный там. Это не обязательно отношения сексуальные какие-то или еще что-то, может просто моральный абьюз быть, просто человек условно, ему нравится власть и того, что он решает, уезжайте вы, не уезжайте, он покупает еду вашим детям, ну короче, вы понимаете. То есть это довольно-таки опасная история. Вообще уехать к незнакомым людям, потому что он попросил, ну короче. Я тогда отказалась и побоялась опять. Вот здесь точка. Вы отказали ему, потому что он в тот момент не был для вас достаточной мерой для покрытия вашего страха. Он не вселил в вас доверие, и вы не увидели в нем некого защитника, протекцию, защиту человека, которому можно ехать. Вот в чем дело. А мне тяжело принимать решения, у меня такой характер. Вы в страхах живете, и нерешимый человек, поэтому, и он не был тем показателем, недостаточно показался вам защитником. А он позвал еще одну женщину с ребенком, и они приехали к нему. Тут бы все и закончилось, но нечаянно я влюбилась. Вот это вообще странная формулировка, как можно нечаянно влюбиться. И зачем, как влюбляться, если человек, вы его искали для того, чтобы уехать, и влюбились вы, так называемого, только тогда, когда у него появилась, у вас появилась какая-то конкуренция. Это можно долго всяко разбирать, но одно скажу, история точно не про любовь, а про то, что, понимаете, он вам не покрыл ваш страх, но задел немножко другую нотку. И если вы посмотрите на свои прошлые какие-то отношения, ваш опыт с мужчинами, было точно так же ранее. Это когда не мое, но мне тут же становится, что надо. Не мой мужик, кто-то его, условно, я его футболила, не хотела встречаться, мне предлагала, я вся такая, а он раз другую девочку нашел, а я такая, о, и мне такое счастье, значит, надо, я начинаю за него бороться или еще что-то. Это не здоровая история, это не про любовь вообще, а про то, что я должна получить то, что мне не принадлежит. Или меня заинтересовало то, потому что оно уже у другой девочки, например. И тут такая же история. Я нечаянно, я влюбилась. Ну, блин, если бы надо было влюбиться, и вы хотели бы, вы бы влюбились с самого начала, и бы вы уже до этой женщины к нему уехали. То есть любви не произошло изначально. Это ложное чувство, которым вы оправдываете свое поведение сейчас внутри себя, для себя самой, я имею в виду, оправдываете, да. Вы это камуфлируете любовью, или видите, это невротическое начало. Любовь-то какая больная? Мужчина занят, недоступен, я сама отвергла, а теперь я его люблю, внезапно полюбила, да. Это невротическая история, то есть любовь равно боль, что здесь перекрестнулось. Мы стали переписываться, просто доброе утро, вечер, дела, как твои и так далее. Потом он стал учить меня языку, и свой рабочий перерыв посвящаем обучению. Из-за ревности я ругалась с ним, раз в 30 рвала отношения, видите? Маленький такой промежуток времени, там война у нас 5 месяцев идет. Вы уже 30 раз порвали отношения, которых на самом деле не существует. Какое отношение вы в интернете общаетесь? Ну, все равно окей, допустим, аморфное такое ощущение отношений у вас есть, типа окей, у нас что-то там про любовь, какие-то чувства. Вы уже создаевали в этих отношениях, вообще не 30 раз там я ругаюсь, нервяк, проблему, накал, нерв, боль. Не любовь это, это про боль. То есть вам важно, я вам даже схему даю очень простую, с ним поругаться, поскандалить, эмоции вот эти, меня обидели и так далее, вам кайфово, сладко мириться. Ощущение, меня любят. На самом деле, знаете, что он дает в ваш невроз? Чувство нужности, что я кому-то нужна, кому-то принадлежу, кто-то мной интересуется и так далее. Но чтобы чаще и больше этого испытывать, как новенькое, каждый раз, мне надо создавать новые конфликты или проблемы и так далее. Вы нашли повод в ревность. Классный повод, там же баба другая живет с каким-то ребенком. Даже если он говорит, я просто позвал женщину, чтобы быть, например, добрым, помогающим, ничего у меня с ней нет, я просто помогаю как человек, да, и вывезь там из тяжелой ситуации и так далее. А вам это классный повод для того, чтобы браться. То есть на самом деле в этой ситуации военной, проблемной, всем-всем-всем прочем, вы просто открыли свой невроз, может быть, которым вы раньше не встречались, поэтому вообще это страшно, вы пишете письмо, не думали о себе, что у вас такие чувства и эмоции. Но я больше уверена, если поанализировать ваши прошлые отношения, у вас так было всегда и до этого. Ну, просто вы вот в такую ситуацию попали, нашли, вот эту свою схему вы исполняете. Любовь равно боль. Всех приглашаю на мой новый марафон, который начнется 20 июля. Это будет 4 прямых эфира, 4 недели подряд мы будем с вами встречаться по средам в 19.00 по московскому времени в закрытом аккаунте в Инстаграм. Спасибо особенно тем, кто проходит все мои марафоны. Мне очень приятно, вашего постоянства. Жду вас снова. Темы, которые я хочу затронуть в этом марафоне. Я хочу больше времени уделить разбору ваших любых ситуаций, не конкретно по тематике. Вы можете задавать любые вопросы, которые вас интересуют. И по сути, за стоимость недорогой консультации психолога-часовой вы получаете 4 консультации, 4 прямых эфира и еще и группы чат-общения с единомышленниками, которые тоже заинтересованы в решении своих проблем. Доступ к этим эфирам у вас всегда остается в вашем аккаунте навсегда. Вернуться к просматриванию, обновить информацию, что для себя новое узнать, пересмотрев это все или когда у вас настанет время. Вы можете просто сейчас это оплатить, а поучаствовать, посмотреть эти видео, воспользоваться информацией гораздо позже. Так как я хочу сфокусироваться на индивидуальных ваших историях, запросах, вопросах ко мне, чтобы мы группой все это обсуждали, я консультировала вас. Но немножко общей информации, какой-то темы, лейтмотивы этого эфира, он всегда будет. Это обязательно тема личных границ. Я ничего не должен для других. Как начать людям отказывать, при этом не чувствовать вину за собой. Помощь и спасение. А я должен жить для себя в свое удовольствие. И как при этом еще без ущерба для себя помогать другим людям, но не спасать их. Что такое полюбить себя? Все об этом говорят. Но никто не говорит, что конкретно для этого нужно делать. И мы с вами разберем конкретные действия. Ну и последний эфир у нас, конечно же, будет о теме родительско-детских отношений родителей и дети. То есть о ваших взаимоотношениях с вашими родителями или с вашими детьми. Если вы решили все-таки, заинтересовались поучаствовать в марафоне, хотите отвлечься от того, что вокруг вас происходит, все очень просто. Стоимость марафона, участие в нем 2000 рублей. Для тех, кто живет за границей, это 35 евро. Напишите мне на почту, которая указана в инфобоксе под видео. Хочу в марафон. И я вам вышлю в список вариантов оплаты марафона. Хочу напомнить, что стартуем мы 20 июля в 19.00. Это среда. Всех вас жду. Давайте соберем классную большую компанию. Проведем прекрасное время. Заодно разберемся со своими проблемами и научимся жить по другу. Он не может ничего сделать, только ждать, когда эта женщина найдет работу и станет на ноги. Ну окей, логично. Я понимаю, мы знакомы 2,5 месяца и мне нужно ждать. Вот видите, 2,5 всего лишь месяца. Но это ум. А эмоции меня накрывают, когда я думаю, что они живут вместе. Вот проблема невротиков. Ум и эмоции. Вот это разделение рациональное и эмоциональное. Так вот, смотрите, мой главный совет всем всегда невротика. У кого любовь равно бой, страдание, причинение равно любовь. Вот эта вся схема работает. Все очень просто. Вот вы, если принимаете какое-то решение, вы всегда должны, как сказать, опираться, принимать решение, взвешивая рациональное. Как вот мой мозг мне говорит, я вот так, это правильное решение. Гарри сказала, это правильное решение, чтобы в моей жизни было более-менее хорошо и нормально делать так, как мне мозг подсказывает. Невротики же ведутся на свои слабости, на свои эмоции, которые побуждают их залазить в этот невроз и страдать заново, заново, заново. Это эмоции. Так вот, эмоции вас ведут в ненужном направлении. Эмоции у вас путают. И если вы поддаетесь своим эмоциям, вы страдаете и входите вот в этот круговорот одного и того же. Любовь равно боль, равно страдание. Вот это вот все происходит. Почему многие невротики, так если все так просто, все психологи это все знают, а почему что невротики существуют именно про любовь-боль? Все очень просто. Мне хочется выходить из этого округа. Я не готов, мне нравится, я кайфую, вторичная выгода и все прочее, прочее, прочее. То есть на самом деле внутри я не хочу выходить из этого порока боли и любви, вот этой вот классной смеси. Мне нравится страдать. Признайтесь хотя бы, если вы невротик, признайтесь себе в этом. И мне нравится страдать. Поэтому я не прислушиваюсь к своему мозгу, рациональному, к здравому смыслу или к советам со стороны, кто здраво, рационально. Там мои родственники, знакомые, подружки что-то говорят, советуют и так далее. Мне хочется, я выбираю эмоции. Если вы невротик, который выбирает эмоции, тогда не надо ждать помощи, не надо там что-то барахтаться, живите, наслаждайтесь. Короче, кайфуйте от этого процесса, так тоже можно делать. Но просто подождите подольше, когда все-таки это вас вымотает эмоционально, и вы выгорите, и вам это надоест, и вы захотите поменять свою жизнь. Вот когда у вас внутри будет желание на перемены, а не на страдания, вы тогда все легко очень быстро это разорвете на самом деле. А пока вы кайфуете и упиваетесь этим, у меня очень есть принцип простой в работе, когда ко мне приходит невротик, есть такие люди, которые любят рассказывать о своих проблемах, но любят их решать. И когда я даю, в чем задача психолога, он дает задания всякие домашние и так далее, конкретно что тебе делать, что твоя жизнь поменялась, я вижу, что человек не выполняет задания. Он ходит просто поболтать, ситуационно снять свое напряжение, тревожность или стресс какой-то, пообщавшись со мной, у него есть легкий эффект, на парочку дней себя чувствует комфортно. А вот решать конкретно он не хочет. Или я вижу какие-то есть, я знаю, там рычаги определенные, да, человек действия, да, я ему даю условно в руки, назовем так, оружие, удочку, еще что-то, бери, делай, у тебя получится. Он не делает, отказывается, сказывается. Я всегда говорю, если вы хотите решать проблемы, мы с вами сотрудничаем, пожалуйста, если не хотите, вы тоже можете ко мне ходить. Я прям человеку сразу говорю, ваша ситуация не изменится, пока вы не будете ничего менять, предпринимать конкретное что-то будете, изменится. То есть я не волшебник, от меня не зависит. Так вот с невротиком та история. Если невротик не хочет расставаться с этим неврозом, ну кайфово, страдать, любить, вы его никак не измените. Это чисто его желание. То есть психолог это просто помощник, который тебе дает в руки инструмент и говорит, делай вот так, вот так, вот так, будет тебе добро, увидишь результат. Если человек делает, все происходит. Если человек не хочет, он еще просто не готов к переменам. Да, любой классный, крутой психолог будет, он ему никогда не поможет, никто. Потому что здесь мотивации нет. Нет тупо желания. Вот и все. Дальше письмо продолжаем. Ой, грамотно. Здесь, так как это началось с невроза, здесь нельзя вести себя грамотно и правильно, неправильно, нет никаких оценок. Я могу вам посоветовать, порекомендовать, обращать внимание не на эмоциональное, а на рациональное, на свой мозг. Не поддаваться чувствуемым эмоциям. Для невротика это единственный работающий совет, как может быть. Не дать, не взять больше. Почему именно так? Так, вы уже в капкане, вы уже в ловушке, и вы тут еще точно знаете. Вы, я думаю, не будете ничего менять, потому что вы четко знаете, если я буду поддаваться своему рациональному мозгу, отношение быстро закончится. Если задам вопрос, зачем мне это надо, возьму все, прекращу и все. То есть вот этой мороки не будет, потому что вы не готовы из этого выходить. То есть состояние, вы еще, мы его только нашли два с половиной месяца, вы еще мало помучились. Но все не так плохо. Я вам могу что сказать. Делайте так, как вам будет хорошо. Здесь и сейчас ситуационно. То есть не ждите ничего от этих отношений, в кавычках, в котором два с половиной, этого общения. Это отношение, это общение. Если он вам нужен, вы чувствуете любовь, вся история. Пусть он поспособствует, да, если берем, вот окунаемся не с точки зрения здоровой психики, а окунаемся в ситуацию, то, что есть сейчас, ну попросите его, например, чтобы он побыстрее нашел ей работу, чтобы он как-то внутри, в стране своей, этой женщине поспособствовал, чтобы она быстрее съехала, и вам пришлось меньше ожидать чего-то, вот так назову. Пусть он быстрее ускорит этот процесс. Это все, что он может сделать, и вы в том числе. Все, все очень просто. Если он не хочет этого делать, я вам больше скажу, ему нравится эта схема, и дело не в этой женщине вообще, а он в кайфе тоже от любви, страданий, он тоже невротик. Вы встретились, короче, нашли друг друга, и у вас не эта женщина, а другие какие-то будут проблемы. И, кстати, хочу сказать, если проблема женщины решится, и вы к нему переедете, проблемы не закончатся. В таких отношениях они будут всегда, потому что именно проблема является искрой, которая создает, поддерживает эти эмоциональные отношения. Пока у вас есть мучение, любовь, боль, вы с ним вместе, это вас объединяет. Спокойных отношений никогда не будет, потому что они развалятся, если будет спокойно. Вам всегда нужны проблемы, которые вас объединят, потому что это изначально не про любовь-история, а про невроз, который вас объединил, связал. Почему я убеждена, что у мужчины тоже такая цель, ну, потому что все это так очень легко создано, вот эти все условия ситуации искусственные, ну, бред какой-то, в общем, тоже мог прекратить общаться, вот у меня женщина приехала, все, до свидания, ну, что-то такое. Короче, он сам играет в эту игру, ему по кайфу. Короче, вы нашли конкретного, конкретный объект для того, чтобы вызывать эту искру. Ну, вы сейчас в этом процессе. Если вам больно, тяжело и неприятно, вы говорите, я вот ревную и по 30 раз расставалась, расстаньтесь, заблокируйте и забудьте, и живите другой жизнью. Я имею в виду своей личной жизнью, своими проблемами. Вычеркните этого человека раз и навсегда, раз он вам доставляет неудобства. И здесь нет любви. Если вам доставляют неудобства и больно, значит, вас не любят, вам причиняют боль, эмоции негативные. Зачем вам человек, который вам делает больно и неприятно? Все же просто, расставайтесь и найдите того, кто причинять не будет. Знаешь, в чем прикол? Тот, кто не причиняет боль и эмоции, вам неинтересно. И они вас не цепляют, а цепляет вот этот процесс. Вот так живут невротики. И это ничего такого плохого, страшного. Очень много людей живут, очень многие так. Я когда-то так тоже была невротиком и так жила. И самые серьезные чувственные отношения, это когда прям страдания, история Ромео, Джульетты, препятствия и всякая-всякая прочая фигня. В общем, девочки, пишите ваши комментарии под видео, что вы можете посоветовать, кто кем-нибудь, может быть, был в подобных отношениях, я имею в виду невротических, как из этого выходили. Под видео у меня в инфобоксе есть моя почта, кому нужна консультация психолога, просто пишите консультация. А кто хочет поучаствовать в марафоне, хочу в марафон. Он стартует 20 июля в 19.00. Это будет среда в закрытом инстаграм-аккаунте. Всех вас жду. Давайте соберем большое сообщество и классно пообщаемся и поработаем. Спасибо всем за внимание. Всем пока.